Дорогие друзья, по этому воодушевляющему промо-ролику вы, конечно, поняли, что следующую сессию у нас берет компания Татнефть. Спасибо большое, каждый раз прям до мурашек ваш ролик. Ну и по традиции, да, у нас начало сессии, это интервью с экспертом. Я хотел бы пригласить на сцену главного эксперта по петрофизическим исследованиям по Татнефть, Шуманбаева Кирилла Дмитриевича. Большие аплодисменты. Да, коллеги, вот видите, мы с разных сторон подходим к теме разработки. А, включен? Ага. То есть, на самом деле, лишний раз показываем, что деком-площадка очень открытая, и апстрим, о котором мы говорим, да, и разработка, вокруг которой мы ведем беседы, на самом деле имеет очень много разных сторон. Это и ГТМ, это и исследования, это и планирование, моделирование, все на свете. В принципе, по разнообразию темы мастер-классов и дискуссий, и разнообразию, скажем так, компетенции наших экспертов, можно увидеть, да, насколько у нас обширная тема. Вот, ну, Кирилл Дмитриевич, я думаю, начать можно сразу вот с такого вопроса. Ну, ни для кого не секрет, что по-прежнему главным объемом разработки Татнефти является Ромашкинское месторождение. Добыча там идет уже больше 70 лет, да, если я правильно помню. 80 будет уже. Уже вот-вот, да, да. Да, то есть сколько там миллиардов добыто, напомните? В целом, ну, на Ромашкинском месторождении добыто около 2 миллиардов, а в целом по Татарстану было несколько лет назад, когда были 3 миллиарда нефти. Да, это впечатляет. И вот, смотрите, если говорить про Ромашку, то месторождение разрабатывается очень давно, огромное количество скважин пробурено, огромное число уплотняющих скважин, оно является, ну, во всяком случае считается хорошо изученным. И вот в этом состоит вопрос. Как меняется стратегия петрофизических исследований в условиях, когда мы работаем с месторождением, которое считаем хорошо изученным? Хорошо. Смотрите, если говорить о таких уникальных месторождениях, ну, прежде всего, наше Ромашкинское месторождение, да, история, которая, открытие начинается с 43-го года, ну, такая уже официальная история открытия, да, там. Вы бурили первую скважину, открыли сначала там Башкирскую нефть, потом в 44-м открыли Левонскую нефть основная, да, нефть, которая по запасам, ну, как у нас в регионе, так и в соседних, да, в Болго-Урале. И, соответственно, вот за эти 80 лет у нас скопилось очень большое количество разнообразной петрофизической информации. Ну, какое прежде всего? Это как данные Керна, да, так и данные ГИС. За эти 80 лет, вот, можно сказать, что были истоки, да, вот, в нашей, ну, в стране, да, там, как на соседнем территории Башкортостана, да, так и от нефти отрабатывали все технологии, как вот уникальная технология, там, внутриконтурного заводнения, да, так и все лабораторные исследования и методы ГИС отрабатывались там. И в связи с этим вот у нас скопилось очень большое количество разнообразной информации, которую нужно, как, учитывать и применять. Вернувшись к вопросу, в последние годы, да, ну, геофизика, ну, несколько скачнула, там, геофизика скачнула вперед, и мы, соответственно, ну, тоже меняем и подход к изучению наших, ну, коллекторов, ну, с целью до, не то, что даже до разведки, да, вроде как уже все открыто, но, в основном, чтобы описать это месторожение, чтобы добыть остаточные запасы, ну, и, соответственно, повысить эффективность. Я понял, я понял. А вот направления, да, в которых идет развитие, какие-то, ну, хотя бы основные векторы? Ну, смотрите, основные векторы, да, ну, с нашей точки зрения, мы, недавно компания «Татнефть» приобрела собственного, ну, подрядчика, поисследованию геофизических сплакажей, это ТНГ «Алгист». Это было сделано тем, чтобы как толкнуть некий вектор в развитии вот этого нашего направления всего геофизического, да, там, завели, соответственно, после того, как приобрели, там, завели, соответственно, неокры, множество на разработку, там, современных методов с целью, там, импорта, замещения, да, с увеличением, так как мы разрабатываем месторожение старое, да, вот, как и в предыдущих докладах было, нас интересуют коллекторы с ухудшенными фильтрационными свойствами. Если раньше мы разрабатывали коллекторы, там, с высокими фесами, да, там, точность не такая нужна, сейчас же мы делаем упор на точность определения параметров. В то же время компания не останавливается, да, только на геофизическом сервисе, мы также развиваем лабораторно-исследовательский корпус. В Альметьевске построили шикарнейший лабораторный корпус, и его оснастили, ну, по современным методам. То есть производство работало, не останавливается, и все это у нас развивается. Кирилл Дмитриевич, можно вас попросить, пожалуйста, поближе держать микрофон? Сзади плохо слышно. Спасибо. Спасибо. Это интересный вектор, да, то есть вы, получается, ну, просто очень часто бывает такое, что работы, скажем, ну, по геофизике, и, в принципе, работы по исследованиям, которые, в принципе, можно вывести на аутсорс, очень часто, вот именно в этой стороне движется компания, многие компании. Вы сейчас взяли обратный вектор, получается? Ну, да, мы взяли обратный вектор, мы свое все развиваем, да, чтобы у нас все было там, это, но не только же мы, но и другие компании. Взять ваш нефт, который присутствует в компании «Роснефт», они же тоже взяли своего, создали подрядчика, как внутреннего, да, который занимается исследованием. То есть, получается, плюс этого решения, если я правильно услышал, один из больших плюсов в том, что можно таким образом развивать неокр, поэтому веду исследование, да? Ну, да, развивать неокр, это как-то проще, да, когда свои, там, компания нефтяная более вкладывает в развитие сервиса этого, ну, сервис, который занимается исследованием внутри. Это, ну, естественный процесс. Я понял, да, спасибо большое. Еще у меня к вам был вопрос, смотрите, то есть, ну, я просто ожидал, что, возможно, кто-нибудь из зала его задаст, и на всякий случай, знаете, я думаю, я лучше сам его задам вам сразу. То есть, когда мы обосновываем комплекс исследований, когда особенно речь идет о, ну, достаточно дорогостоящих исследованиях, а ГИС у нас дорогой, наверное, если говорить про… Он дорогой, ну, прежде всего, за счет простой воровой бригады, то есть, там, время это стоит нам дорого. И вот тут вот вопрос следующий, да. Особенно в условиях, когда вроде бы мы работаем с хорошо изученным объектом, и при этом у нас там многие, там, части месторождения высоко обводненные на грани рентабельности, и вот в этой ситуации нам нужно обосновать оптимальный комплекс геофизических исследований так, чтобы снять вот минимальные риски, которые мы видим вот при, ну, там, допустим, там, перфорации, там, работе с пластом. Вот вопрос, да, используете ли вы что-нибудь для вот какую-то методику, скажем, обоснования необходимого комплекса, допустим, ГИС. В разных компаниях разные есть к этому подходы. Вот кто-то развивает подход вот этого в Элифинформейшн ВОИ, есть другие варианты, кто-то просто, скажем, следует регламенту. Вот у вас какой взгляд на это? Нет, когда мы закладываем комплексы ГИС, да, исследование вот этих вот старых месторождений, там, залежей, да, мы исходим из себестоимости, ну, добычи нефти, прежде всего, ну, подход в ВОИ, да. Мы смотрим, если мы заходим на какой-то интересный участок, который ранее не разрабатывали, там, на месторождении какая-то, залежь там, новь, открытая или что-то, если мы туда идем с интересными скважинами, ну, я имею в виду по траектории, там, скажем, горизонтальные скважины, да, конструкции, или мы туда идем с ГРП, многостадиным ГРП, мы закладываем туда соответствующий комплекс ГИС, чтобы снять определенные, ну, всем известные риски. То есть мы закладываем, ну, все, включая кросс-депольную акустику и все. А если же мы идем, бурим скважин на участках, и где мы знаем, что мы получим низкие дебиты, то, естественно, мы там стараемся сократить затраты. В последнее время вот рассматриваем, ну, свой же подрядчик, мы рассматриваем LVD, системы развития, да, ну, когда на внутреннем, для внутри компании LVD будет стоить дешевле, чем кого-то нанимать, ну, имея минимально необходимый метод, да, ну, какой там, всем широко известный метод электрометрии какой-нибудь и радиоактивный каротаж. При этом рассматриваем, ну, и другие подходы, там, отказ от геофизики, да, в открытом стволе, ну, в некоторых случаях, когда это не это, и проведение исследований в закрытом стволе. Ну, для этого, как я говорил, разрабатываем более точные методы, там, приборы, к этому подходят. Но при этом у нас возникает вопрос, вот в второй части вашего вопроса прозвучал, про стандарты, да, всем нам глубоко известный RD, там, 151-я же, да, где все комплексы GIS прописаны, что мы должны проводить комплекс GIS в открытом стволе от категории скважины, и мы должны включать, там, определенный список методов. Это RD, но вот в последнее время в кругах, там, геофизиков, петрофизиков, как называют на западный манер, этот подход тоже уже заметен. Там сейчас создается рабочая группа, да, под предводительством института нефтегазового бизнеса, и это будет пересматриваться RD. И, наверное, и зале, да, кто сидит, вот, из других компаний. Было бы также интересно, чтобы они присоединились к этому делу, чтобы, ну, оптимизировать вот эти вот комплексы обязательных исследований. Я понял, да, спасибо большое. То есть, а тут я в зале, мне кажется, наверное, и все представители компании, которые у нас представлены, наверное, представители были вот на этом весеннем, да, событии у Ростомара Радольфовича, да? Согиева. Да? Да, 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 ну, то есть, понятно. Да, ну, на самом деле, действительно, очень актуальная тема, да, я прошу прощения, я просто хотел дополнить, да, это очень актуальная тема, потому что, когда мы к дорогостоящим исследованиям подходим с точки зрения рентабельности, то, действительно, в какой-то момент это может очень поперек стать с регламентами, и вот этот конфликт нужно как-то разрешить, и, на самом деле, мне просто скажется, что наши коллеги в Татнефте, они столкнулись с этим раньше, на, действительно, сильно выработанных месторождениях, при этом хорошо изученных, вот, а я думаю, что другие компании на многих объектах это просто ждет чуть позже. То есть, мы все на этом месте окажемся, и, конечно, вот, наверное, коллег нам здесь поддержать, я с этим согласен. Спасибо, есть вопросы зала. Михаилу можешь передать, пожалуйста, микрофон Артуру Михайловичу? Хорошо, конечно. Здравствуйте. Кирилл Дмитриевич, у меня первый вопрос к вам. Как вы относитесь к дискомфортным вопросам? Давайте, это интересно. И первый вопрос я хотел бы задать. Как обстоит дело при, ну, вот, в Татнефте вы работаете с гидродинамическим кротажом? Как часто используете, принимаете, комплексируете? Мы рассматривали гидродинамический кротаж, да? На тех объектах, которые, ну, к сожалению, уже на территории Татарстана не оставилось, на других, где мы регионах работаем, мы гидродинамический кротаж используем. Внутри Татнефти, ну, вопросов по этому кротажу у нас нет. Себестоимость вот этих вот исследований, как Владимир Маркетович задал, по ВОИ, если оценивать, то стоимость мы никакую не уложимся. Если использовать, ну, западные аналоги. Да, вот, во-первых, вы работаете с достаточно высокопроницательными коллекторами, которые считаются десятками, сотнями или дорси. Там обычные присоски, да, то есть самый дешевый вид ГДК, он, наверное, будет давать хороший результат, я подозреваю. То есть вы даже не пробовали, да, допустим, на выработанном Дивоне проводить такие попытки, да? Нет, ну, с современным комплексом, ну, западным, нет. Когда разрабатывали гидродинамический кротаж в Абниегисе, да, вот эти были работы и применялись. И они оказались неполезными или как? Нет, они оказались не совсем полезны. Для меня это странно, потому что я все-таки знаком с этим разрезом, и я вижу большой потенциал лично. Я этот разрез изучаю уже, ну, с начала 90-х годов, то есть это свыше 30 лет. И я считаю, что на этом разрезе информация гидродинамического кротажа по вылавливанию там определенных пропластков, я сейчас не буду в детали вдаваться, да, но вы знаете, что разрез сильно неоднородный. И там есть зоны, которые хорошо промыты, есть, в которых остались остаточные запасы. В принципе, где они остались, понятно. Но по каждой скважине индивидуально, да, особенно в зоне уплотняющего бурения, это неясно. И поэтому ГДК мог бы здорово помогать. Ну, вы же знаете наш объект. У нас скважины, ну, неглубокие, да, исследования множество. Мы можем подойти, ну, подходим несколько по-другому. Мы просто те объекты, которые нам интересны, то есть вышележащие, да, ну, находящиеся вверху продуктивных. Мы просто проводим поинтервальные исследования в колонии. Нет, нет, а я говорю не о вышележащих, я говорю о самом разрезе Дивонском. Там остались большие запасы. Нет, я тоже говорю, я говорю по классу АБ. Так вот, я просто обращаю ваше внимание, что вот по моему опыту потенциал есть. А то, что исследования дорогие, с этим нужно бороться. А бороться каким образом? Нужны отечественные приборы гидродинамического коротажа, которые, ну, превратятся в обычной, расхожей промысловую геофизику или геофизику открытого ствола. А для этого нужна поддержка и запрос. То есть инженера, в первую очередь, на мой взгляд, петрофизики и геогер-разработчики формируют запрос к таким стартапам, как Сколковцы, либо, может быть, существующие же компании. Я не знаю, как устроен российский рынок компаний, которые пытаются создать эти приборы, честно скажу. Но я расстраиваюсь, что их нету. Понимаете? Их нужно сделать, и они станут дешевыми. И тогда вы увидите пользу от этой информации. На самом деле, они есть российские. В том же самом Башкортостане, в Октябрьском. Уже Губеев с фамилией что-то говорит. Уже они разработали, эти приборы есть. У нас, как говорил, мы завели свой сервис, да, геофизический, И там вот создали программу неокров на ближайшее время. Мы оценивали эту стоимость. И пока у нас не вошло, ну, гидродинамический каротаж, в дальнейшем, вполне возможно, мы продолжим его развивать. Ну вот, коллеги, из мнений, что это, да? Можно подключиться к вашей дискуссии? На самом деле, по приборам ГДК-УПК уже есть некоторые отечественные производители, да, которые выходят с опытными образцами к нам на промышленные испытания, к нам в Роснефть. В частности, уже в ближайший месяц мы будем проводить испытания в Башкирии одного из таких приборов. Ну, это ГДК-УПК, там двухпакерная компоновка плюс, есть прижимной зонт. Дополнительно уже вот проводили испытания малогабаритного ГДК, ну, где вот чисто вот присоска используется, да? Это уже для таких более узких условий он используется. Ну, вот это вот прекрасно слышите, коллеги. Ну, и я хотел бы обратить ваше внимание, что я очень много работаю с объектами за рубежом, и там практически все петрофизики не видят себя без гидродинамического коротажа, чтобы в увязке открытого ствола, и это даже не является частью расширенного комплекса. ГДК, это, скорее всего, уже превратился в стандарт де-факто по всему новому бурению. Понимаете, если идет уплотняющее бурение по свежему фонду, они могут опустить. Если по старому фонду, где нужно до изучения, включат, а по новому фонду, ну, это просто обеззаловка. И они по нему смотрят и контакты, а если это для новых месторождений, а для старых месторождений, степень выработки по пластам, чтобы потом это все собирать, либо гидродинамические модели, либо напрямую к главному геологу на стол, чтобы он понимал, какие объекты уже истощены энергетически, а какие нет. И плюс еще всегда забор и проб. Это же не только забор давления, это еще забор проб. Плюс для новых объектов или недоизученных объектов старых, а недоизученный объект, может быть, даже спустя 70 лет. Да, потому что на раннем этапе не заложили, либо не было технологии, а на сегодняшний день уже денег нет на него. Вот эти недоизученные объекты. Гидродинамический коротаж, если интерпретировать его кривое, он вам еще дает и отношение вертикальной горизонтальной проницаемости, что очень здорово помогает понять, как именно закладывать, заканчивать. То есть горизонтами, наклонами, либо через ГРП. Вот это то, что я вам рассказал, это вот такой срез, который вот на свещаниях, где присутствуют петрофизики, на сегодняшний день уже попадает в зону петрофизика ответственности за планирование этих мероприятий, нежели и посредственного разработчика. Я работал сам с данными, но в нашем регионе, в другом регионе, ну в России. Мы эти данные активно использовали, применяем. Я вас дополню, вот смотрите, сейчас вот, ну не сейчас, когда в 2000-х годах прошло применение ГДК, ОПК, да, для обоснования промышленной категории нефти через ГКЗ, через ЗТС. И эти данные можно использовать при обосновании промышленной категории. Это прошло для шельфа. Сейчас многие компании заходят с тем, чтобы ГДК, ОПК обосновать промышленную категорию на уже, да, на континенте. И когда вот это вот ведется, практику, когда получится, тогда ГДК, ОПК, я вас уверяю, будет более активно применяться, потому что, ну, сокращает времени освоения. Да, но вы сейчас говорите об административном ресурсе. Ну да, но мы же живем в России. В России, да, хорошо сказали, прям поаплодирую. Но все-таки инициатива снизу тоже может породить вот этот запрос. А еще один у меня вопрос такой. Можно добавлю? Да. Вот по поводу недоизученности коллекторов, да. Тут, ну, в принципе, может помочь не только ГДК, ОПК. То есть есть, опять же, те коллектора, которых активизируют с низкой проницаемостью, либо у которых там сопротивление очень низкое и не отбивается по стандартному комплексу. И вот этот подход, то, что у нас там, ну, собственно, убивается рентабельность, да, если мы проводим спецкомплекс на старых месяц рождениях, он, собственно, ограничивает применение этих спецметодов. И тем самым мы можем пропускать какие-то потенциально интересные для нас коллектора, которые могут там в каком-то обозримом будущем добавить нам гебеты и, соответственно, поменять рентабельность в месяц рождения. Ну, все верно. Опять же, есть трещиноватые, там, если по региону говорить, есть трещиноватые коллектора, да, которые бывает сложно выделить по стандартному комплексу. Есть Кашер-Подольские отложения, где сопротивления могут быть низкие, да, и, как бы, может считаться, что там вода, а фактически, там, при перфорации потенец. Поэтому, как бы, такие неопределенности тоже присутствуют. И вот, наверное, подходы нужно немножко модифицировать. То, что отсекать себе спецметоды на тех месторождениях, которые уж там давно разрабатываются. Я за то, чтобы этот спецметод ГДК превратился в основной метод. Для этого нужно, чтобы появились отечественные приборы, большие заказы, и цена рухнет. Это абсолютно... В этом исследовании нет никакой разницы с промысловой геофизикой. Сколько стоит промысловая геофизика? 100 тысяч рублей. Чем отличается прибор гидродинамического кортежа? Также приехал с подъемником в составе общей бригады, спустил, поднял, ну, дольше постоял, двое суток. Ну, хорошо, 200 тысяч рублей. Откуда берутся цены в миллионы и так далее? Да, потому что нет своего прибора, нет своей компетенции, покупаем за рубежом, и то в единичном экземпляре. Да, поэтому если это станет массовым, это станет дешевым. Я вот только за это. Ну да, тут надо бы, чтобы еще появились первые образцы, да, это будет первый этап, и там будут стоимости сопоставимые с западными, и в этот момент важно поддержать производителей, чтобы затем появилась конкуренция, на рынок выходили другие, и тогда уже может идти речь о том, чтобы снижать стоимость этих. Ну вот, может, не стоит ждать, пока с министерства придет регламент и так далее, проявлять заказ, должны поступать снизу. То есть петрофизики, на мой взгляд, и геологи-разработчики, вот два, две категории людей, которые должны наверх поднимать этот запрос и говорить, что нам это надо, а дальше уже пускай менеджеры принимают решение, что делать. Хорошо, Артур Михайлович, мы примем это доработать, спасибо. А можно еще один вопрос? Или все уже? Я думаю, еще один вопрос. Да, вот смотрите, львиная доля коротажа, с которым я сталкиваюсь в России, однозондовые, о нейтронике. А вот, когда уже новые скважины бурят, стараются всегда двухзондовые использовать. Это так вот у вас? То есть все новые скважины двухзондовые, нейтроники? Ну, преимущественно, да, сейчас во всей геофизике, преимущественно применяют два ННКТ, но есть и приборы, да, которые вот, прежде всего, это с сопровождением горизонтальных скважин, там уже идет двухмодульная, да, она получается два ННКТ метод и НГК вместе. Вот мы вот в него коррекция своем. Это, ну, данный подход тоже используем. Нет, это понятно, но делаете ли вы до сих пор однозондовые? Ну, практически нет, в основном ННКТ. Да, я вот, я вот задавал вопрос и переживал, да, то есть я хотел бы услышать ответ, что нет, не делаем, потому что мы петрофизики убедили менеджмент, да, и геологов, разработчиков, и менеджмент, что двухзонтовый это просто... Нет, это несравнимо по точности, но НГК, да, и ННКТ, это несравнимое данное, все-таки мы, как я вначале говорил, как предыдущий, до обеда, да, секция, мы все-таки подходим к электорам с низкими инфекционными инфекционными свойствами, и тут точность определения параметров уже гораздо выше нужна нам. Понятно, понятно. Спасибо большое, очень интересные были ответы, спасибо. Спасибо. Кирилл Дмитриевич, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.